Обличение лжеучения сектантов Покальниву Обличение лжеучения русских сектантов-рационалистов Обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Послание святого апостола Павла к Титу, 1 глава, 13-14 стихи. Одесса. Печатано в типографии ипархиального дома, Александровский проспект, собственный дом номер 6, 1914 год. Предисловие ко второму изданию от автора. Первое издание нашей книги разошлось очень быстро. Это дает нам объективную уверенность, что она в достаточном мере удовлетворяет тем целям, с какими была написана. При повторном издании нашего труда он был нами просмотрен и по местам исправлен, в части по тем указаниям критики, которые признаны нами справедливыми, в части на основании собственных наблюдений и изысканий. Во втором издании нашей книги опровержение лжеучения сектантов-рационалистов на основании их молительных теснотений дополнено опровержением его на основании их символических вероизложений, что для противосектантской полемики имеет немаловажное значение. Без сомнений, в настоящем своем виде наша книга может иметь те или иные недостатки, столь обычные при большой и сложной работе. Автор будет очень благодарен за указания их. Великое и святое дело миссии, сколько важное по своим целям, столько же и трудное в достижении их. Более, чем всякое другое дело должно совершаться. Вирибус унитет, то есть всеобщими силами, объединенно. Пояснение. Несмотря на то, что прошло около 70 лет, в статье написания этой книги, практически в рассуждении сектантов ничего не изменилось. Те же самые доводы, те же самые места священного писания, превратно толкуемые ими. Что мы и постараемся, читая с этой книги, показать для слушателей. Часть первая. Обличение уже учений русских сектантов-рационалистов на основании священного писания и священного предания церкви. О священном предании. Братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. 2 Фессалоникийцам 2.15 Откуда и как мы научаемся истинной вере в Бога? Мы научаемся истинной вере в Бога из двух источников Бога познания. Из естественного и сверхъестественного откровения Божия. Под естественным откровением, разумеется, вся видимая и сотворенная Богом природа. Небо и земля, солнце, луна и звезды, моря, реки и леса, животные и растения. Словом, весь видимый мир приводит человека к познанию Бога. Небеса, говорит псалмопевец, проповедует славу Божию и о делах рук его возвещает твердь. Деньги передают речь и ночь и ночи открывают знания. Псалом 18.2.3 и 49.6.88.6.96.6 И святой апостол Павел говорит об язычниках, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимы и Его, вечная сила и Его и Божество от создания мира через рассматривание царя невидимы, так что они безответны. Риминам 1.19.20. Но естественное откровение далеко недостаточно для полноты Бога познания, особенно после человеческого грехопадения, повредившего всю духовно-телесную природу людей, исказившего их ум, волю и сердце. Действительным и совершенно непогрешимым источником научения веры в Бога является сверхъестественное откровение. Когда не люди слабыми силами ума своего стараются познать всемогущего и непостижимого Бога, а сам Бог по бесконечной любви к людям открывает им себя и свою волю через избранных им святых мужей. Избранные Богом святые мужи двояким способом объявляли людям его волю или устно, или письменно. Первый устный способ передачи воли Божьей называется священным преданием, в отличие от обыкновенных преданий человеческих. Второй способ, письменный, именуется священным писанием, тоже в отличие от обычных писаний человеческих. В Ветхом Завете существовало два источника научения людей вере в Бога, священное предание и священное писание. То и другое суть откровения божественное, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе Петра 1.21, Первое Петра 1.10.12. Подобными же двумя способами, то есть устно и письменно, научались люди, веря в Бога и в Новом Завете. Бог многократно и многообразно говоривший из древних пророков в последние дни Хии говорил нам в Сыне, Евреям 1.1.2, а потом и через учеников его святых апостолов. Но Христос учил людей только устно, а святые апостолы устно и письменно, но устно не сравненно больше. Таким образом, новозаветным священным преданием называется устное учение Господа нашего Иисуса Христа и его апостолов, записанное не самими святыми апостолами, а уже их учениками или их преемниками, и неповрежденно сохраняемое Церковью наряду с Священным Писанием. В Священном Писании многое из жизни и учений Иисуса Христа не записано святыми апостолами, а передано устно. Например, сказано, что нужно совершать святое крещение, брак или освящение. Сказано, что нужно рукополагать епископов, преситеров и диаконов. Но как все это делать? В Писании не записано, а передано апостолам и верующим устно. Вот это устное учение святых апостолов, записанное после их смерти и их учениками и преемниками и их служения, называется Священным Преданием. Как послушные дети должны исполнять не только писанное, но и устно переданное через верных людей приказание родителей, так и христиане в делах веры и церковной жизни одинаково должны руководствоваться Священным Писанием и Священным Преданием. Ибо то и другое есть учение самих святых апостолов, учеников Христа. здесь будет речь между сектантом и православным. Какие возражения против той или иной темы, которую они неправильно понимают, говорит сектант, что должен отвечать православный? Не сам ли Христос засудил предание, когда сказал, «Вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего, тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим» Матфея 15, 1, 17 и Марка 7, 7, 8. Здесь речь не к апостолам, а к книжникам и фарисеям, в первой части говорит. И говорится здесь не о предании апостольском, то есть не об устном учении святых апостолов, а о предании ветхозаветних старцев, во втором стихе, которые, например, учили, что умовение рук перед употреблением пищи важнее исполнение всех заповедей, читаем Марка 7, 3, 4, или учили, что можно и не жалеть родителей, лишь бы на храм жертвовать. Причем, сказав какой-нибудь вещи, это дар Богу, они лишали родителей, нуждающихся в этой вещи, в помощи. Матфея 15, 5. Такие предания старцев в учении и заповеди человеческие мы не признаем и решительно отвергаем. А признаем лишь предания святых апостолов, которые сами называют себя старцами. Так, второе послание апостола Ян начинает такими приветственными словами «Старец избранной госпожей детям ее» 1, 1. Такими же словами начинает он третье свое послание «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине» 1, 1. И прямо до сих раз говорит «Не удаляйся от повести старца, ибо и они научились от отцов своих, и ты научишься от них рассудительности, и какой в случае и надобности дать ответ» 8, 11, 12. Еще в Тарозаконе 32, 7. «Есть книжники сами себе незаконно присвоившие право учительства, и есть книжники, посылаемые для научения людей вере самим Богом» Матфея 23, 34. Поэтому, как есть различия в старцах и книжниках, так есть различия в преданиях старцев и книжников. Предания старцев, книжников и фарихеев — это предания человеческие, ими самими выдуманные, а предания старцев и книжников Христовых, Святых Апостолов, это предания священные и потому для нас обязательные. Апостол Павел Галатам 1, 8, 9 говорит, «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать не то, что мы вам благовествовали, да будет анафема, следовательно, нужно признать лишь одно писание, ибо предание это уже иное благовествование». Здесь ни слова не говорится о священном предании. Все послание Галатам написано против неудействующих, то есть таких учителей, которые учили, что если пленявшие христианство и изыскники не обрежутся по обрядам Моисеева, то не спасутся. В 5 главе. Апостол Павел говорит Галатам, что если бы даже ангел с неба стал учить, что для христиан необходимо обрезание, да будет анафема, то есть отлучен, приведенное место скорее говорит в пользу священного предания. Апостол требует от Галатов держаться того учения, которое он уже раньше им благовествовал устно. Ибо другого послания Галатам нет. Ибо слова «что мы благовествовали вам» стихи 8-11 и слова «как прежде мы сказали то, что вы приняли». Это говорит очевидно о прежде бывшей устной проповеди апостола у Галатов, то есть о священном предании, которое, как апостольское, никогда не может быть названо иным благовествованием. А что святой апостол раньше благовествовало Галатам, им не записано? Многие послания Евангелия от Иоанна написаны позже, чем послания к Галатам, появившиеся в 56-м году. Например, откровение Иоанна написано около 70-го года, Евангелие же его только около 100-го года. Если принять толкование сектантов приводимого ими места из послания к Галатам, то нужно отбросить и не признавать все писания, появившиеся позже этого послания. И даже такие, как откровение и Евангелие святого апостола Иоанна. Так, ну а что, апостол Павел не отвергает ли предание, когда пишет колосянам, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу, это колосянам за 8. Здесь опять апостол Павел говорит не о предании апостольском, а о предании человеческом, то есть о языческой философии, учившей, что мир не Богом создан, а произошел сам с собой из тихии мира, воды, огня или воздуха, или учившей, что мир не Богом создан, а эонами, происшедшими от Бога ангелами, из которых один будто и есть Христос. Вот против таких языческих философов и говорит апостол Павел, предостерегая христиан не верить пустому языческому учению, как преданию человеческому, а не апостольскому. А когда апостол Павел отвергает предание в послании к Коринфянам, говорит, что будет сверх того, что написано 1 Коринфянам 4.6, что здесь? Здесь речь совсем не о священном предании, а о тех партиях и разделениях, какие появились среди Коринфян. Можно прочитать 1 Коринфянам 1.10. Одни из них называли себя учениками апостола Павла, чем особенно гордились. А другие хвалили, что они ученики Аполлоса, а третьи, что они ученики Петра. Апостол пишет им, чтобы они не гордились и не мудрости сверх того, что им написано раньше, в 1 главе послания, стих 31, что было как написано хвалящееся хвались Господом, Иеремия 9.24, а не тем, что он Павлов или Аполлосов или Петров. Ибо когда один говорит я Павлов, а другой я Аполлосов, что они плотские или вы. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. 3 глава, 4, 5 стихи. Сам апостол Павел запрещает предания, называя их баснями. Отходя в Македонию, пишет он Тимофей, я просил тебя прибыть в Ефесте и увещевать некоторые, чтобы не учили иному, и не занимались баснями и родословиями, которые производят большие споры, нежели Божьи назидания в вере. 1 Тимофею 1, 3, 4. По всей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины. Титул 1, 13, 14. Под иудейскими баснями апостол Павел разумеет, конечно, не апостольское предание. А те талмудическое толкование Моисеева закона и фарисейские обычаи, которые были распространены среди иудеев его времени, например, омовение рук, чаш, кружек, котлов и скамей. У Марка 7 глава с 3 по 4 стих. Запрещение ходить в дом и есть не только с изыщниками Иоанна 18-28 и Иоанна 10-28 но и с амарянами Иоанна 4-11 ложное понимание святости храма, жердника и дара Богу Матфея 23-16-26 и 15-56 да и подобное. Под родословиями же разумеется учение изыщников о происхождении их богов, а также бесконечные родословия иудеев, старавшиеся доводить перечень своих дедов и прадедов учат об этом блаженности лакта и экумений, о чем апостол Павел пишет еще в послании к Титу, говоря «Глупых же состязаний и родословий и споров и раз при озаконе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». 3-9 «Кто учит, говорит апостол Павел иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которого происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение». 1 Тимошев 6, 34 «О чем здесь? Во времена свежих апостолов учили иному и не следовали здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и еретики, особенно гностики, гордившиеся своими знаниями и любившие всякие словопрения». Деяние 17, 21 «А в наше время им подражают сектанты, ибо Слово Божие ясно велит нам сохранять священное предание. Стойте и держите предание». 2 Тесла Никистан 2, 15 «Хвалю вас, братья, что все вы мое помните и держите предание». 1 Коринфянам, 11, 2 «Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляйте от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Тесла Никистан 3, 6 «Так учит святой апостол о священном предании». А сектанты учат, что священное предание не нужно. Следовательно, именно они-то и учат иному, и не следует здравым словам священного Писания, которое и будет судить их в день он ист. «Господь запрещает прибавлять к священному Писании какое бы то ни было учение, значит и всякое предание не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, который я вам сегодня заповедую в старозаконии Терри-2». Приводимое сектантами местной 22-й главы старозакония запрещает не священное предание, а языческое учение, и в частности поклонение Валфи Гору, что видно из пояснений следующего, третьего и дальнейших «И что сделал Господь Бог наш с Валфи Гором? Всякого человека, последовавшего Валфи Гор, истребил Господь Бог твой из среды тебя, а вы, прилепившиеся Господу Богу вашему, живы все до ныне». Постановлениям и законам, о которых говорится во всей книге Второзакония, святые пророки и ветхозавеки и праведники приваяли очень многое, но не были за это наказаны Богом. Так, например, пророки Гат, Нафан и Давид ввели при богослужении в Доме Господнем игру на цитрах и кимвалах. Второе параллепоменон 29-25. Соломон поставил в выстрянном им храме много такого, чего не было с Киньей и Моисея, например, изображение пальм, гранатовых яблок, львов, валов, 3-я царь, 7-29, 36 и 42-й стихи. И Господь осветил этот храм. 9-1-3. Гораздо позже Моисея установлены некоторые посты и праздники Истирь 9-20-22-24-28, Захария 8-19, 1-я Маковейская Истирь 59, смотри, Яна 10-22 и другие, о которых нет и помину в Моисеевом законе. Так, а вот в Откровении 22-18, что говорится, «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книг Истей. Если кто приложит к ним что, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге Истей, значит, нельзя к посланию прилагать еще и предание». Здесь говорится не о предании, даже не о всем Священном Писании, а только об одной книге Откровения Святого Иоанна. Книг в Библии несколько десятков. Библия это означает книги Священного Писания. Их всего 77 в Библии, 50 в Ветхом за веки, 27 в Новом. Первая книга Моисеева, вторая книга Моисеева и так далее. А здесь сказано об одной книге, об Откровении, что не должно ни уменьшать, ни прибавлять новых пророчеств о конце видимого мира, кроме тех, которые я записал в эту книгу Святой Иоанн. Если же толковать это место по-фектантски, то выйдет, что сами сектанты не избегнут язв, написанных в Откровении, ибо они не только признают, кроме Откровения, другие священные книги Библии, но имеют еще и свои имя, выдуманные псалмы, например, гусли, имеют катехизисы, в которых изложены правила их веры и прочее. Значит, что выходит? Нужно, кроме Писания, еще что-то, но мы же знаем, что апостол Павел писал Тимофею, «Притом же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение веру его и Писая Иисуса. Все же Писание богодухновенно и полезно для научения, для облегчения, для исправления праведности». 2 Тимофею, 3, 15, 16. Прежде всего, нужно заметить, что Тимофею из детства мог знать одни лишь ветхозаветные Писания, которых недостаточно для полного познания Христа и спасения. Затем, если теперь апостол говорит, что Писание полезно, то это еще и не значит, что он признает предание вредным. Так, если кто скажет, что хлеб человеку полезен, то это не будет значить, что он признает воду для человека вредной. Если бы апостол признал предание ненужным, то он прямо так бы и сказал. Но апостол, напротив, сам требует, чтобы христиане держали предание, так же, как и Писание. Стойте, держите предание, учит он. Второй фестиваль Никитин 2.15. Сам Тимофей, родившийся в 30-м году по Рождестве Христовым, во время написания к нему посланий не мог знать не только все новозаветные писания, но даже всех писаний святого апостола Павла, который начал писать послания только в 53-м году. Ясно, что Тимофей был научен вере больше устною проповеду апостола Павла, чем вина из предыдущих, что вина из предыдущего, 14-го птиха, а ты пребывай в том, в чем научен, и что тебе верено, знай, кем ты научен, говорит апостол Павел. А потом добавляет, при том же, то есть при устном научении апостола, ты с детства знаешь священное писание. Тут ясно сказано, что про ветхозаветние. Слова притом, это указывает, что ветхозаветнее писание, говорившее так много о Мессии Христе, только помогало Тимофею еще более умудрить себя в учении, преподанном ему апостолом Павлом устной проповедью. Таким образом, приведенное сектантом место говорит лишь о пользе священного писания, и только, ибо в первом послании к тому же Тимофей апостол пишет, о Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания. 6.20 А во втором послании он учит. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. 1.13 И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 2.2 Так само же Писание против этого говорит. Вот у нас в Деяниях апостола 17.11 говорится про веристов. Верийцы были благомышленные чиселонники, сколько они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Вот исследования Писания ничего больше не имели и были благомышленные. А где это? Деяние 17.11 Писание Приводимое сектантами место издеяния не оправдит, а обличает сектантов, не признающих устного учения или предания святых апостолов. В этой главе Деяния говорится о том, что когда фисалоникийцы возмутились проповедью апостола Павла и силы, то последние опасаются от них насилия, уши ночью с верию, где в синагоге начали проповедь о Христе. Верийские идеи оказались благомыслены всех соломикийских. Они приняли слово, то есть устную проповедь, или предание апостола Павла, проверяя ее ветхозаветним писанием. Они отвергают ее, как неблагомышленно ее отвергают, подобно фисалоникийцам наши фикстанты. Достаточно для научения в вере и одного священного писания. Это послание Петра 1,19. И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Нет, недостаточно. Нужно еще и правильное изъяснение священного писания, то есть умственное предание. Ибо, как говорится в следующем двадцатом стихе, никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собой. Смысл, приводимого с рекламцами в место 2-го послания апостола Петра, тот, что для веры в пришествие и Божество Иисуса Христа в стихе 16-18 достаточные ветхозаветних пророчеств, ясно говоривших о нем как о Сыне Божьем. Но кроме этой истины есть много и других необходимых для нашего спасения, о которых пророки мало или совсем ничего не говорили. Например, о таинствах святого крещения, покаяния, брака, илево, священии и прочее. И о которых возвести нам устный Господь Иисус Христос и научили нас устные письма на Его святые апостолы. Да затем, если основываться на этом текст и толковать его по-сектански, то есть, что для спасения кроме пророчеств все ветхозаветнее Писание. Ибо в приводимом сектантами месте говорится не о всем священном Писании, а только о пророчествах, которых одних далеко недостаточно и для полноты веры и для спасения. А вот притча из Луки 16.29, когда Авраам говорит богачу, у них есть маятей и пророки, пусть слушают их. Или вот слово Христа еще из Иоанна 5.39, исследуйте Писание, Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а о них свидетельствуют о мне. Так же еще и Римлянам 3.21. В словах Авраама и Спасителя нет даже намека на ненужность устного научения веры, то есть священного предания, и на достоверность для спасения одного лишь священного Писания, на достаточность. В речи Авраама говорится о необходимости для живших в Ветхом Завете братьев богача слушаться предписаний Моисея пяти его книг и пророков. А в словах Спасителя говорится о необходимости иудеям, ожидавшим Мессию Христа, проверять ветхозаветным священным Писанием учения Христа о себе как Сыне Божьем, чтобы уверовать в Него как пришедшего Мессию. И только ведь само учение Христа было не повторением учения ветхозаветного Писания, а новым и при том устным благовестием о себе как о Спасителе мира и открывшемся для людей о Царстве Божьем. Моисеи и пророки и серед хозаветные Писания с пришествием Христа уже недостаточно для нашего спасения. Она может только возбудить веру во Христа, как возбудила ее у Евнуха и Теоплянина Диане 8.27 Может укрепить веру христианина, как укрепляла ее с Тимофеей, но для спасения оно недостаточно. Для него нужна вера новозаветная Евангелия. Исполнилось, говорит и приблизилось в Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марк 1.15 И вообще то письменное и устное учение 2.15 Святых Апостолов, которое они передали Христовой Церкви. Так вот мы веруем в Евангелие и Святое Писание вполне достаточно для всякого человека ищущего Господа. Я не стяжусь в благоествовании Христово, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Это Римлянам 1.16 И эти слова апостола Павла не оправдывает, а обличают сектантов. Ибо сам Христос и его святые апостолы под словом «благовествование» разумели прежде всего и главным образом устную проповедь, то есть священное предание, а не священное писание. «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим» Лука 4.18 «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских» Стих 43-44 9-6 и другие. «Никакого Писания ни нищим, ни городам Христос не писал». Ясно, что под словом «благовествование» Христос разумел устную проповедь, а не писанное Слово Божие. Апостолы читаем в Деяниях «всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе» 5.42 И вот благовествие, которое мы слышали, не написано, что читали, от него 1 Иоанн 11.5 «Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, пришедшие в Антиокию, говорили Еленам благовествую Господа Иисуса Христа» в Деянии 11.20 «Нищие, говорит Господь, благовествуют» Матфея 11.5 Лука 8.1 9.6 И из этих мест Писания видно, что Христос Апостол под словом «благовествие» разумеет прежде всего устную проповедь, то есть священное предание, а не священное Писание. Ибо никакого Писания ни от нищих, ни от киринейцев или киринейцев или кипрян Христова Церковь не знала и не знает. Так, ну вот Апостол Иоанн, самый духовный из всех апостолов, вот он в 20-й главе, 51 стих, что говорит? И это же написано «Дам вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий и веруя имели жизнь во имя Его и о предании Семь Слово». Как видно из предыдущего стиха «Много сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей». Здесь речь идет о чудесах Христовых, которые записаны евангелистом Иоанном и которых достаточно только для того, чтобы уверовать во Христа, что Он Сын Божий. Для спасения же, кроме веры во Христа, нужны еще добрые дела и спасительная благодать Божия, подающаяся во святых таинствах в церкви. То есть нужно все то, что предложено нам и в писемном, и в устном учении святых апостолов. Ну а что скажете в Солом 118, в православной церкви Тимы считается, а здесь говорится допустим со стиха 5-6, потом 33-35, вот «Если бы направлял пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твоих. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». еще 113-й Псалом к этому же. Тут вот что нужно сказать, что сектантам нужно запомнить, что уставы, заповеди, законы, даны были людям гораздо раньше Писания, и что путем Господним научились люди еще до Моисея через священное предание. Читаем, например, сам Господь говорит об Аврааме, «Я избрал его, чтобы он заповедал сынам своим и дома своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Бытие 18.19 «Благословляться всеми Твоим, говорит Господь Исааку, все народы земные за то, что Авраам отец твой послушался глаз моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Бытие 26.45 В 118-м Псалме видно, что не отрицается, а утверждается необходимость священного предания, бывшего руководством в вере еще раньше появления священного Писания. Я говорил, что не Псалом 113, а стих 113, 118 Псалма вымышлятся из Кимонарьев. Так вот, еще апостол Павел с пресвитером и хестом пишет Диане 20.27.51 «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Выходит, не нужно предание, ибо все Писание Бога духовновенная, воля Божия все отвечает». Последние возражения сектантов ясно используют предание, а не против него. Потому что, во-первых, три года и непрестанно днем и ночью учил апостола и хестяну уснуть, так как посланник и хестянам, которое заключало бы в себе трехлетние его проповедь, нет. А во-вторых, апостол Павел учил и хестян три года, день и ночь, а написал им послание всего в три листа. Возвещал им все волю Божию, а не упомянув послание о пресвищении, о рукоположении, о многом другом, чему отчаянные и хестяне научены были апостолам устно и хранили это устное учение его, так же, как и писанное. Но и апостол Лука вот говорит в самом начале Деяний, первая глава, первый стих. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил. Эта книга все вмещает и затем же еще что-то добавлять». Первая книга, которую написал Азангелис Лука, это Евангелие его. Но кто скажет, что святой Лука записал в своей Евангелие все, что Иисус Христос сделал и чему учил. Иоанна 20, глава 30, 21, 25. «Не будучи очевидцем жизни Иисуса Христа, он написал о нем только все то, что слышал по преданию от его апостолов и учеников, как передали ему то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова». Лука 1, 2. Однако, евангелистам Лукой не записано в его Евангелии даже такое великое и поучительное событие, как о молении Христом ног своим ученикам пересаянной Витери. «Не записываем беседы Христа с Самарянкою» Иоанна 13, 1, 16, 4, 5, 26. «Притчи о выстинном пастыре» Иоанна 10, 1, 18, и многое другое. Так, ну хорошо, а где же гарантия, что предание сейчас целости, неизмерности пришло к нам? Ведь можно же было за 2000 лет много добавить и много убавить и нигде ничего не говорить о том, что наказываются за это люди. Но на этом же основании сектанты должны отвергнуть и Священное Писание. Его без Священного предания ничего не могут и ничем не могут убедиться в подлинности и неопровержимости и неповрежденности Священного Писания. То есть не могут доказать, что оно именно то, которое было написано святыми апостолами, что за 2000 лет оно ни в чем не повреждено. Если сектанты верят в сохраненное нашей Церковью Священное Писание, то должны верить и в сохраненное ей Священное Предание. Святая Церковь от времен святых апостолов также бережно сохраняла священное предание, как и священное писание. Ибо верила и верит, что виновник того и другого есть один и тот же Святой Дух. Так в Восточной Патриархе писали глава 2. Самый способ распространения среди христиан священного предания говорит за то, что оно от времен святых апостолов сохранялось в церковью, в неповрежденном, чистом виде. Святые апостолы, приказав христианам хранить священное предание, повелели своим преемникам, пастырям церкви, чтобы оно всегда содержалось согласно со Святым Писанием. Почему, по словам апостола Павла, истинный епископ церкви должен быть держащийся истинного слова, согласно с учением, то есть со Священным Писанием. Он по повелению святого апостола Павла должен передавать устное слово его, или священное предание, верным людям, которые были бы способны других научить. 2 Тимофея 2.2. Если мне случалось встречать кого-либо обращавшегося со старшими, то есть с апостолами, то я заботливо расспрашивал об учении старцев, например, что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что Фома, или Иаков, или Иоанн, или Матфей, либо кто-то другой из учеников Господа, что Аристион и Пресвитер Иоанн, ученики Господни. Ибо я полагал, что книжные сведения не столько принесут мне пользу, сколько живой и внедряющий голос. Церковная история Иссеева, книга 3, глава 39. С первой же века Церкви Швистовой мужи-апостольские, это святые отцы, учителя ее, как, например, Египп, современник Иериней Леонского, святой Климент, Александрийский и другие, стали записывать предания святых апостолов. Так что к 4 веку они были уже все собраны в один теперешний канон, утвержденный отцами Церкви, на соборе Ипанийском, бывшем в 393 году. Это определение Ипанийского собора подтверждено было 33 правилом собора Карфагенского в 397 году и окончательно утверждено навсегда на 6 Вселенском соборе, правило второе, бывшем в 691 году. Священное предание заключается в древних символах, в древних литургиях апостола Марка, Якова, апостола Фадея и других. В посланиях святых отцов, учителей церкви, в церковной богослужебной практике, в правилах апостолов и, наконец, в 9 поместных и 7 Вселенских соборах, которые, будучи выражением голоса всей церкви, пользовались сами священным преданием и утвердили его навеки, как источник христианской веры и благочестия. Таким образом, священное предание неповрежденно сохранилось в церкови от времен святых апостолов и будет неповрежденным сохраняться ею, наряду со священным писанием, до конца мира. Общее заблуждение сектантов, отрицающих священное предание, обличается ими самими, их учением, богослужением. Отритая священное предание, сектанты в беседах с несогласными с их убеждениями, сами прибегают к писаниям своих отцов и учителей церкви, свидетельствам древней церковной истории и практике древней церкви. Сами же празднуют по преданию вместе с нами праздники, Рождество, Христово, Пасху, Вознесение Христово и удерживают обычай давать своим детям имена святых, которых они не подсчитают. Отвергнув далее обряды богослужения православной церкви, сохраненные ею по преданию от святых апостолов, сектанты выдумали свои обряды при совершении преломления, крещения, брака, омовения ног, обновления дома и прочее. Выдумали свое богослужение и вели при нем свои безграмотные, часто иеретические песнопения, составленные их вожаками. Отвергнув священное писание, как источник первоучения руководства церковной жизни, и признав достаточным для всего этого одного священного, одно священное писание. Сектанты повыдумывали свои предания, бактисты, как и физицы, составленные Павлом Мазаевым. Духоборы, животные, книгу, выдуманные старцами, адвентисты, ведения их пророчицы, в кавычках, больной женщины Елену Уайт и тому подобное. Словом, отвергнув предания церковные, апостольские, сектанты завели у себя предания свои, человеческие, повторяя то же, что делали древние еретики, гностики, о которых святой Ирине пишет. Когда мы отсылаем их к тому преданию, которое происходит от апостолов, и сохраняется в церквах через преемство пресвитеров, они противятся предания, говоря, что они премудрие не только пресвитеров, но и апостолов, и что они нашли чистую истину. Вопросы и ответы православного Что древнее, священное предание или священное писание? Священное предание древнее священного писания. От Адама и до Моисея, то есть в течение около четырех тысяч лет, не было священного писания, и научались люди веры в Бога посредством устной проповеди, то есть предания. Таким способом научились верить все ветхозаветние божьи люди, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие святые, между которыми был и Энох, который даже не видел писания. А научившись верить в Бога по преданию, и так угодил ему, что живым был взят на небо. Евреям 11.5 О научении православной вере в Бога посредством священного предания говорит сам Господь. Я избрал его, Авраама, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Бытие 18.19 При Моисею впервые появились у евреев священное писание, но наряду с ними продолжалось существовать и священное предание, то есть устное научение вере. И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отечил сердце его и сердца рабов его, чтобы явить между ними синие знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Иссот 10.1.2 Гидион так говорит явившемуся ему ангелу. Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Господь ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеонитянах. Судей 6.13. А сам Моисей говорит Израилю, вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе. Второзаконие 32.7. А пророк Давиджиши гораздо позже Моисей говорит, что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скромать детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силы его, и чудеса его, которые он сотворил. Он поставил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божий, и сохранить заповеди его. Многие же из пророков, например, Енох, Илья, Елисея, Нафан, другие, не оставили после себя Писание, ибо учили людей вере только устно. И это устно их учение сохранялось в ветхозаветном предании. Таким образом, священное предание не только старше по времени священного Писания, но оно продолжало существовать наряду с ним в течение всего Ветхого Завета до самого пришествия Мессии Шриста. Изма на Завеке Христос учил только устно, а святые апостолы проповедовали больше устно, чем письменно. Почему некоторые церкви первых веков христианства совсем не имели священного Писания, а верили и спасались, будучи научены вере в Бога устно, по средствам священного предания. Писал ли что-нибудь Иисус Христос для научения людей вере в Него? Нет, не писал ничего. Всегда учил своих последователей только устно, посредством живого слова. И своим апостолам он никогда не приказывал непременно писать об его учении, а велел проповедовать его прежде всего устно, посредством живого слова. Матфея 10, 7, 28, 19, 20. Все ли устное учение Спасителя записано в Евангелии и посланиях его апостолами? Нет, далеко не все. Евангелий Иоанн говорит, много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Иоанна 20, 30. Много и другое сотворил Иисус, но если писать о том подробно, то, думай, самому миру не вместить бы написанных книг. Иоанна 21, 25. А нужно ли нам знать и исполнять все учения Христа, даже и не записанные его учениками? Конечно, нужно. Идите, сказал Спаситель своим ученикам, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, улучая их соблюдать все, что Я повелел вам. Матфея 28, 19, 20. Если Господь велит соблюдать все, что Он повелел, а заповеди Его не все в Писании записаны, то нужно соблюдать и те, которые сохранились в предании, основанном им церкви. Все ли апостолы писали послания? Нет, далеко не все. Из 83 писали только 8, а все остальные учили устно, то есть посредством устной проповеди, посредством предания. Иоанн Богослов после вознесения Иисуса Христа жил еще 68 лет. А разве можно допустить, чтобы Его проповедь о Христе в течение этого долгого времени ограничилась одним Евангелем и тремя небольшими посланиями? Что Он не учил верующих и неверных устно? Конечно, никто этого не может допустить. Все ли учение апостолов ими самими записано в Писании? Нет. Многое, говорит апостол Иоанн, имеет писать Вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к Вам и говорить устами к устам, чтобы радость Ваша была полна. 2 Иоанн 12 стих. Многое имел я писать, но не хочу писать к Тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть Тебя и поговорить устами к устам. 3 Иоанн 13, 14 стих. В книге Деяний говорится, что по воскресенье Христос в продолжении сорока дней являлся им апостолом, говоря о Царстве Божием. 1, 3. Но эта сорокадневная его проповедь не записана нигде целиком апостолами. «Посему бодрствуйте», — говорит апостол Павел Ефесским пастырем, — «памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из Вас». Деяние 20, 31. Сделав некоторое наставление Коринфянам, апостол Павел пишет им «Прочее устрою, когда приду». 1 Коринфянам 11, 34. Ясно, что устройство Коринфянской церкви явилось плодом устных распоряжений апостола. В другом месте тем же Коринфянам он пишет «Подражайте мне, как я Христу». Для сего я послал к вам Тимофея, возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. 1 Коринфянам 4, 17. Итак, много из устного учения Христа и святых апостолов в Писании не записано. Три года день и ночь непрестанно учил апостол Павел Ефесиан. Он написал им очень небольшое послание. В котором не говорится даже о таком великом таинстве, как святое причащение. Очевидно, в деле веры и жизни Ефесиане руководствовались устной проповедью апостола, то есть священным преданием. Нужно ли христианам держаться и устного учения святых апостолов? Непременно нужно. Апостол Павел говорит Тимофею и тюнюку своему. О, Тимофей, храни преданное тебе, не написанное, а преданное. 1 Тимофей 6, 20. Держись образца здравого учения, которое ты слышал, а не читал от меня. 2 Тимофей 1, 13. Мы непрестанно, пишет святой апостол Павел Ефесиан. Благодарим Бога, что принял от нас слышанное, а не писанное, а только слово. Вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих. 1 Тимофей 2, 13. Чему вы научились, пишет апостол Филипписом, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте. Филипписом 4, 9. 1 Коринфянам 11, 2. 1 Иоанна 2, 24. Отсюда и ясно, что Церковь Христова должна хранить слышанное учение от апостолов так же, как и писанное. То есть должна хранить и исполнять предания святых апостолов так же, как и их Писание. Откуда видно, что предания одинакового достоинства с Писанием? Из слов апостола Павла. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. 2 Тимофей 2, 15. Здесь апостол для всех ясно учит, что христиане должны держать и исполнять как словесное словом, так и письменное посланием его учения. Что священному преданию и священному писанию, то есть устному и письменному научению вере, святые апостолы придавали одинаковое значение. Это не менее ясно видно из сделанного на апостольском соборе постановления, о котором они решили известить письменно и устно церковь антиохийскую, сирскую и киликийскую через апостола Павла, Варнау, Иуду и Силу, написавшие и вручившие им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в антиохии и сирии и килике братьям из язычников, радоваться. «По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезаться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись единодушно рассудили, избравшим уже и послать их к вам, с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы послали Иуду и Силу, которые и въяснят вам тоже и словесно. Итак, отправленные пришли в антиохии и, собравши людей, вручили письма. Они же, прочитавши, возрадовали совсем наставление. Иуда и Сила, будучи даже пророками обильным словом, уже не говоришь в Писании, преподали наставление братьям и утвердили их. Деяния 15, 22, 27, 31, 32. Сможет посмотреть 2-ое число Никиисом, 2, 5, 7. Как, спрашивает апостол Павел, призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать, не говорит читать, без проповедующего, Римлянам 10, 14. Итак, говорит апостол Ян в своем первом послании, что вы слышали, он же не говорит, что читали, «От начала, то и да пребывает в вас, если пребудет в вас то, что вы слышали, а не читали, от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце». 1 Иоанна 2, 24. Следовательно, для того, чтобы пребывать в сыне и отце, нужна, по словам святого апостола, и слышанная устная проповедь, то есть священное предание, которому собор святых апостолов, пославших с устной проповеди варна у Павла, Иуду и Силу, придавало одинаковое значение с тем, что они писали христианам, как передавалось и сохранялось в церкви апостольское предание. Сперва оно передавалось устно, а потом, чтобы в течение времени христиане не забыли или не изменили священное предание, оно было записано в книге учениками святых апостолов и их преемниками. «Укрепляйся, сын мой», – пишет апостол Павел Тимофеев, – «в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофея 2.1.2. «Евангелист Лука не был учеником Христа и написал свое Евангелие по преданию, как передали ему то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова». 1 глава 1-4 стихи. Необходимо заметить, что сами новозаветные писания писались к тем, которые уже уверовали во Христа после устной проповеди. И были уже христианами. И писались по различным случаям, кратко, без изложения всего христианского учения. Таким образом, главным способом научения вере христиан было священное предание, а не священное писание. Для чего нужно священное предание? Тут несколько причин. Священное предание нужно. Во-первых, для научения людей во всей полноте христианской веры и жизни. Ибо священное представление в Писании, как мы уже видели, говорит о том и другом. Не полно, а кратко. «Сия кратко написал я вам», — говорит в своем послании апостол Петр. 1 Петра, 1-12. «Мне через откровение», — говорит апостол Павел, — «возвещена тайна, о чем я писал кратко» — «этихианам 3-3». Вот почему устное учение святых апостолов, то есть священное предание, дополняет священное писание. И так же, как и оно, приносит плод веры в людях. «Благодарим», — пишет апостол Павел, — «бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божией в истине». Нужны священные предания, во-вторых, для того, чтобы удостовериться в подлинности самого священного писания, чтобы иметь возможность ответить книги, писанные вас святыми апостолами, от книг подложных, написанных еретиками от имени апостолов, 2-й ст. 2-2. В священном предании и перечислены все подлинные книги священного писания. Это видно в 85-м правиле святых апостолов, 60-е правило Ладийского собора. Так, как было много и подложных книг, писанных еретиками, например, Евангелие от 12 апостолов, Евангелие от Фомы, Деяние Павла, Апоколиции Петра и другие. И в 3-й, нужно предание для правильного оттолкования священного писания, в котором, как говорит апостол Петр, есть место неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные в собственные свои погибели превращают. 2-й Петра 3,16. 4-й, предание необходимо, как сказано раньше, для правильного совершения службы Божией святых таинств. Ибо в Священном Писании не написано, как их совершать, а между тем в церкви Христовой во всем должен быть чин и порядок. Все должно быть благопристойно и чинно. 1-й Коринфянам, 14-40. О Таинстве Святого Пречащения апостол Павел пишет Коринфянам. Я от самого Господа принял то, что и вам передал. 1-й Коринфянам, 11-23. А не передаю теперь. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне? То исполняйте, и Бог мира будет с вами. Филипийцам, 4-9. Сектанты, опровергнув предание святых апостолов, по необходимости завели свое человеческое, ибо по-своему совершают обряды преломления, крещения, брака и прочее. Поют ими составленные псалмы и т.п. Знают, что они отвергли предание апостольское и живут по преданию человеческому. Пользовались ли преданием святые апостолы? Пользовались. Так, например, апостол Юда говорит в своем послании о пророчестве Еноха, стихе 14-16. Говорит о споре архангела Михаила с дьяволом из Моисеева тела, стихе 9. Но обо всем этом в Писании и Ветхозавете нет ни слова. Очевидно, апостол Юда знал об этом из священного предания, которое не отвергало, а принимал наряду со священным писанием. Вот апостол Павел приводит следующие слова Господа Иисуса Христа. «Блажение давать, нежели принимать». Деяние 20-35. Эти слова Христа нигде не записаны в Евангелии. Очевидно, святой апостол, не живший со Христом, знал о них по преданию. По преданию же были ему известны имена ветхозаветних волхвов, Иоанния и Иамрия, протирящихся Моисею, о которых в Ветхозаветном Писании нигде не упоминается. 2 Тимофея 3.8. Как относится апостол Павел к тем христианам, которые признают и соблюдают святое предание? Он хвалит их. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». 1 Коринфянам 11.2. Ясно, что здесь святой апостол Павел хвалит Коринфян за сохранение ими его умственного учения, которое коринфяне слышали от апостола еще раньше написанного к ним, его первого послания. Что говорит святой апостол Павел о тех, кто отвергает святое предание? Он пишет, «Завещиваем же вам, братья, говорит он, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Тимофея 3.6. Отсюда прямо видно, что кто не поступает по преданию святой церкви, тот есть бесчинник. Пастыри и учители первых веков в церкви Христа учили ясно о необходимости следовать не только священному писанию, но и священному преданию. Чтобы верующие не уклонились в вере, такое неправильное священное писание. Потому что сегодня у сектантов сколько голов, столько и умов, столько и толкований. На 1984 год в мире существует уже свыше 3000 сект только на африканском континенте, а всего свыше 6000. И каждые 8-9 дней появляется новая христианская секта, а Библия у всех одна. Отсюда ясно видно, что вся причина в том, как истолковать каждый стих. А в православной церкви этого нет. У нас общее толкование, одинаковое на все 16 артокепальных церквей. Так понимают грузинская церковь, антиохийская, александрийская, иерусалинская. Святые отцы и учители церкви советовали им руководствовать в деле веры священным преданием, как живым учением Вселенской Христовой Церкви. Так, например, святой Ирине Леонский, он умер в 202 году, в своей книге против Елисей пишет, «Если бы возник спор о каком-нибудь важном вопросе, то не надлежало ли бы обратиться к древнейшим церквам, в которых обращались апостолы, и от них получить, что есть достоверного и ясного относительно настоящего вопроса? Что, если бы апостолы не оставили нам писаний? Не должно ли было следовать порядку предания, преданного тем, кому они верили церкви, то есть епископам церковным? Смотрите, Иоанне 20.28. Сочинение Иеринея против Елисей, книга 3, глава 4. «Все желающие видеть истину, еще пишет святой Иерине, могут во всякой церкви узнать предания апостолов, открытые во всем мире, и мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквах, и преемников их до нас, которые ничему не учили и не знали такого, о чем эти эритики бредят». Это там же 3-я книга, глава 1. Тартулиан Карфаенский, известный учитель церкви 2-го века, указывает, как признаки истинного предания такие, что проповедали апостолы, или что открыл им Иисус Христос. «Я заключаю, что нельзя узнать о том иначе, как посредством церквей руководимых и научаемых ими сперва устно, а потом через их Писание. Итак, не надо мне беспрерывно прибегать к Священному Писанию. Где мы увидели истинную веру и истинное учение к христианству, там без сомнения обретается и истинное Писание, и истинное толкование, и истинные христианские предания». Писание. Глава 19. Тартулиана. Прещение против еретиков. Глава 21. Перевод Корнеева. «Ориген», пишет знаменитый учитель церкви 3-го века, «мы должны хранить церковные учения, преданные от апостолов, через порядок, преемство, и пребывающие в церквах даже доселе. Только такой истине должно веровать, которое ни в чем не отступает от церковного и апостольского предания». Святой Киприян, епископ Карфагенский, в одном из своих писем учит, «Душам благочестивым и простым легко избежать заблуждений и найти истину, ибо когда мы обратимся к источнику божественного предания, заблуждение исчезнет». Письмо 63. Иоанн Златоуст, святой отец 4-го века, учит, «что апостолы не все предали через послание, но многое без письмен, между тем то и другое, равное достоверно. Поэтому мы должны признавать достоверным и церковное предание. Есть предание, больше не ищи ничего». Толкование на второе послание к Теслану Якийцам 2.15. Том 11. Учитель церкви 5-го века Викентий Лиринский так определяет признаки истинного предания. В самой церкви всеми мерами нужно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все, потому что то только в действительности и в собственном смысле есть вселенское, как показывает и значение этого слова, что сколько возможно, все обнимает. А этому правилу мы будем наконец верны при том единственном условии, если будем следовать всеобщности, древности, согласию. Следовать всеобщности значит признавать истинную, истинную ту только веру, в которую исповедует вся церковь на всем земном шаре. Следовать древности значит ни в коем случае не отступать от того учения, которого, несомненно, держались наши святые отцы и предки. Следовать наконец согласию значит в самой древности принимать те только вероопределения и изъяснения, которых держались все, или по крайней мере многие пастыри и учители. Православный христианин твердо держись всего, что храни святая церковь от времен апостольских и удаляйся от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию. Вот хороших много слов вы сказали о важности и писания, и предания. И вывод, конечно, из этого один. Истинное христианство это единство, сплоченность в слове Божием, в Духе Святом. Но вот как же объяснить различия, например, между католиками и православными, или между православными и армянами, ведь сколько времени они существуют, столько времени у них, можно сказать, свои рамки, какие-то свои границы, и друг с другом не хотят соединяться. Священное писание у православной церкви, у католиков, у армянской, у коптов, у сирийцев, одно и то же. Библия неизменна. Это только сектанты 11 книг не признали, и издали ее в 66 книгах. Различие между западной католической и восточной православной церковью произошло в 1054 году. Здесь не было еще догматического расхождения. После католики изменят один из символов, символи вера, один из пунктов и Духа Святаго. Православные говорят от Отца Исходящего, они добавят от Отца и Сына Исходящего. Это главное различие, как подчеркивает блаженный Сиафилахт. Будет ли это когда разрешено, прийти к единству мы не знаем, но православная церковь на эту уступку идти не собирается, по крайней мере на сегодняшний день. Григорияна Армянская церковь, она не согласилась с решениями 4-го Вселенского Халкидонского собора. Их называют монофизиты. Они признали во Христе только одну божественную природу. Главное различие еретиков от православия в том, что они не признали, можно кратко объединить в одном слове единосущие святой нераздельной троицы, что Бог Отец район Богу Сыну, район Богу Духу Святому. И Иисус Христос есть истинный Бога-человек, и родивший Его преснодевом Марии есть Богородица. Это истинное понимание вселенских соборов. Всякое отклонение от этого понимания есть монофилистство или монофизиство, признание одной природы во Христе или одной воли, или кокорианство, непризнание Христа за Бога, или месторианство, непризнание Духа Святого как вечного, равного Отцу и Сыну Бога. В этом главное различие. А после этого, после разделения, каждая ветвь вселенской церкви стала иметь своих учителей и толкователей. Тот момент, где общее происходит единение, это по вселенским соборам, никогда не приводило к разделению. Вот в главе о предании было много ссылок на Слово Божие, и везде говорится о важности проповеди. Проповедь выходит это опора, на которой вера зельдится. А сейчас в православной церкви говорят, что служба это живая проповедь, но между прочим она по-славянски, я ничего не могу понять, если я славянского языка не изучил. И потом священник только раз в неделю проповедует, как это понимать? Это нужно понимать так, что служба действительно есть проповедь, но добавим, что проповедь непонятная для людей. Язык разговорный сильно изменился от того языка, на котором в начале была переведена служба. И поэтому здравый смысл подсказывает, что вся служба должна быть переведена на родной великорусский язык понятный. Разум это принимает, а привычка противится. Нам кажется, что на современном языке люди скверно словят, и поэтому этот язык не будет так звучать. А в действительности нужно понять так, что когда мы читаем, то и на славянском языке оказывается, и сатана разговаривает на славянском языке, а когда-то люди на этом же языке и говорили недобрые слова, а что редко проповедуются, то это небрежение священников. И вся причина, что многие из них невозрождены, как в мире говорят, не на своем месте. Они не по призванию здесь находятся, а по научению, по традиции, по наследству, как традиционное гинастическое священство. Когда мы читаем Житие святых, то нет ни единого случая, чтобы человек решился и добивался священства, кроме одного случая, когда этой должности добивался один неразумный человек в Житии святого пахомия. Ему пошли на усыпки, чтобы занять какую-то малую должность. Как правило, святые убегали от этого. А сегодня в семинарии конкурс. И, зная, кто туда пропускает, через какие решеты их протрясают, то проходят сюда не лучшие. И ясно, что он только добирается до этой хорошей кормушки, а не о том, чтобы позаботиться, как накормить овес, а как выше шерсть состричь ее. Вот вся причина. Нужно молить господина жатву, чтобы выслал добрых делателей на жатву. А вот печенье внутри православия. Это уже даже в рамках одной русской церкви православной. И ПХ, и старообрядцы. Были обновленцы, а сейчас говорят, вся церковь обновленческая. Тут как разобраться? Разобраться просто. Кажется, прогресс требует вносить все новое. А вера, соборы, говорят, что нужно держаться старого. Взять вот некоторые примеры у нас относительно постов. Как начинает пост, бабушки подходят к священникам и говорят, батюшка, разреши мне, вот в пост есть молочко я не могу или рыбу. Священник видит, бабушка немощна, ну, Бог тебя благословит. Если человек ничего не знает, кроме того, что делает священник, он принимает это за истину. А здесь исполняется сказанное Христом. Слепек слепца ведут, потому что на Эфесском соборе прямо было сказано, ащий епископ дерзнет изменить, хотя едино правило, да будет отвержен, то есть лишен цана. Он не будет служить. И поэтому все эти благословения, которые не по преданию, не по преданию, согласно слов пророка Малахи, Господь говорит, вы благословляете, а я проклинаю вас, проклятием вы прокляты и ваши благословения. Помния эти строгие слова Иисуса Христа, мы должны обращаться к закону. И если люди нам не говорят, как говорит закон, так говорит священное писание, то нет в них истины. Вот когда на патриарши престолов зашел патриарх Никон, с этого времени появится слово «раскол». Никон единоличным решением отменяет Двоеперсия и практически 300 лет это Двоеперсия, которым 600 лет Русь православная и крестилась, будет предана анафеме, этих людей будут называть старообрядцами, они лишатся священство, всех будут считать эритиками. А уже в 1970 году православный собор в русской православной церкви снимет эти анафемы и будет написана статья митрополитом Никодимом Новгородским, что Никон не имел никакого права отменять Двоеперсия единоличным решением, потому что Двоеперсия было утверждено последним стоглавым собором, где было сказано, что если кто дерзмет отменить Двоеперсия, да будет анафема. То есть анафема не тому, кто крестится Двоеперсия, а тому, кто отменит его. Но путем насилия, казни, репрессий, а как правило и от малодушия люди согласились на Троеперсия. Сегодня пишется так в настольной книге священнослужителей, что Двоеперсия и Троеперсия равноспасительны. И возникает вопрос, а куда деть эти тысячи миллионы погубленных? Выходит, тогда все, что делал Никон эту реформу, она и не нужна была, если теперь клятвы сняты, проклятия оказались ложными, и теперь путь старообрядцам практически уже открыт на то, чтобы им одуматься и прийти в единение с православной церковью. Потому что главное у нас должна быть одна иерархия, но уже по наследству вражда переходит, и теперь будет ли возможно когда-либо примириться. Что касается ИПХ, то они отошли уже в годы советской власти, особенно со времени ареста патриарха Тихона в возникновении обновленческого движения. После, когда обновленческое движение заглохло, а они имели хорошие мысли, перевели на русский язык службу, открыли русскую проповедь, не стали закрытой держать алтарь, а с первопоследств церкви так и не было. То есть во многом верны в первопоследской церкви. Но они не устояли, потому что это все строилось на крови предательства. Они пошли на конкордат, на единение с безбожной властью. Сегодня обновленческой церкви как таковой живой церкви, так называемой, живоцерковников нет, но практически весь их дух, весь настрой, вся эта предательская политика единения с властью осталась. Практически мы отступили от канонических правил, от преданий церковных, которые говорили, если епископ подставляется с вмешательством мирской власти, то рукоположение недействительное. Сегодня ни один епископ не положен канонически. Это все нужно пересматривать. По нашему небрежению в православной церкви нет почти ни единого правильного крещения с троекратным погружением с оглашением и остается один пустой звук оглашенный изведите и никто не выходит. Это наша беда и наше небрежение. Исполняется на нас пророчество писания проклят, что делает дело Господне небрежение. Здесь мы должны только в пепле и прахе раскаивать и молить Господа, что помог нам вернуться к первоапостольской чистоте. Ибо вначале было не так. Если бы поступали мы по писанию и по преданию, то не было бы ничего того, в какое бессие мы впали сегодня. Ну а вот нынешний контингент православия, допустим, бабушки, так вот побеседуешь с ними, они не знают ни предания, ни писания, а никак, считаются селенами церкви или кто они такие, кто наполняет сейчас дворы Господни эти люди и на чем их вера держит это. Вера это основана на том, часто, что некуда людям деваться. Молодость ушла, а к старости ничего не пришло и деваться некуда. А здесь не разговаривать как с человеком. Задача, чтобы из старого этого человека привести к Богу, чего практически не делается. Слава беда, что в церкви у нас главную роль стали играть сегодня деньги. Деньги есть, у человека он приходит, его и не спрашивает, какая у него вера. Любого может отпечь, любого коммуниста, генерального секретаря партии, разницы нет, было бы указание, деньги все могут сделать. Поэтому у наших бабушек вера сегодня сплошное суеверие. И опять возвращаемся на прежнее. Молить Господа, Господи, нажатую, чтобы выслал добрых, ревностных делателей нажатую. потому, потому что в большинстве, в подавляющем почти большинстве, священники часто даже и не наемники. А многие пришли, чтобы только убить и погубить и расхитить. Это горе и слезы наши. Такого бедственного положения, можем сказать, не было ни во времена Деки, ни Диаклетиана, ни при Фингисхане, как сегодня. Чтобы на полное единение руководство церкви православной пошло на поводу безбожников. Примут любое решение, любое постановление и провозгласят славу и хвалу, что скажет безбожная власть. Вот эти люди, они часто приводят в свою защиту слова Златоуста, Василия Великого, и никогда не услышишь от них слов писания. Выходит, они плохо делают, что исполняют только то, что Златоуст сказал, а Слово Божие не знают. Вот от этого и получается такая вера, что все на преданиях. Тут беда вот в чем. Совершенно справедливый упрех в сторону православных, что люди не знают писания. И опять же это отнебрежение священства. Практически нужно позаботиться о том, что подняла католическая церковь об апостоличности мирян. Все должны проповедовать, как написано в Деяниях апостолов, 8 глава, 4 стих, а рассеявшиеся, то есть кроме апостолов, все остальные ходили, не прятались, а благовествовали. Они знали, что сказать. С тех пор, как священники перестали посещать паству на дому, оторвались от нее, они перестали быть пастырями. У нас в большинстве своем священники являются служителями алтаря, но не служителями слова. Священниками, но не пастырями. И бывает так, что паства задает тон, спасет пастыря, а не пастырь своих овец. Плакать будем о том, чтобы Господь вышел к девателе на жатву свою. А мы должны каждому человеку говорить, что священное писание и священное предание, то есть толкование, оно неразрывно связано между собою. И святой Иоанн Златоуст, он не мог бы ничего сказать, если бы в руках не держал священное писание. Иной раз вы, сектанты, говорите, что для нас православных важнее Златоуст, чем Библия. Это неверно. Для нас важнее Библия, истолкованная со Златоустом, когда он с движимым и Духом Святым истолковал священное писание. И толкование не может быть без того, что она толкует. И если сказать, для нас Библия, истолкование святых отцов важнее, чем Библия без толкования. О священном писании. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3,16 Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дару исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. 1 Коринфян 12,29-30 Вторым по времени источником научения людей вере в Бога и благочестивой жизни является после священного предания Священное Писание. Священное Писание называется откровение людям воли Божией, записанное Богом избранными святыми людьми по вдохновению Святого Духа в особой священной книге, которая все вместе именуется Святой Библией. Как происходящее от самого Бога письменное Слово Божие называется Священным Писанием, в отличие от обыкновенных Писаний человеческих. Священное Писание разделяется на Ветхозаветнее и Новозаветнее, короче, называемое Ветхий и Новый Завет. Ветхозаветнее Писание содержит в себе историю сотворения мира и человека, историю жизни первобытных людей, особенно Богом избранного израильского народа и данное ему Божие откровение от первосозданного человека, Адама, до пришествия Мессии, Спасителя мира. Новозаветнее же Писание содержит в себе жизнь и учение Господа нашего Иисуса Христа и его святых апостолов, а также первые годы жизни основаны им Церкви и предсказания о последних судьбах мира и всего человечества. Откровение воли Божией не сразу дано было Ветхозаветним людям, и следовательно не сразу, а постепенно записывалось с богодухновенными людьми, которые свои писания прилагали одно к другому. По-канон образовался один сборник или канон, слово греческое канон, значит реестр, каталог, перечень, книг богодухновенных. По-гречески слово канон означает прость для измерения. До Моисея не было священного Писания. Святые правцы научались вере в Бога и спасались по преданию, то есть устному научению. Моисей первый записал открытую ему волю Божию в пять книг и объявил их божественными, положил их в храм и поправил в сторону ковчега Божия. Второй законе 31-24-26. Премник Моисея Иисус Новин тоже вписал слова Божии в книгу закона Божия. Иисус Новин 24-26. То есть присоединил свою книгу откровений к пяти книжей Моисея. Также поступали и другие получавшие от Бога откровения пророки, как, например, Самуил, который, написав свою книгу, положил его пред Господом. 1-я царств 10-25. Окончательные ветхозаветние богодухновенные книги были собраны и заключены в один канон уже после плена Вавилонского приезри и Немии. 2-я Макавейская, 2-13. Как это подтверждается не только свидетельствами отцов церкви, но и преданиями иудеев. Одни только богодухновенные люди, как, например, могли всенародно объявлять написанную ими книгу священную, то есть содержащую в себе откровение воли Божьей. После Езры и Немии прекратились в народе еврейском богодухновенные мужи, прекратилось поэтому и появление богодухновенных или канонических книг Ветхого Завета. Благочестивые люди еврейского народа писали книги после Езры, но эти книги церковь не считает каноническими, то есть богодухновенными, хотя и предлагает их верующим пускай некоторые из них книга премудрости Соломона и книга про Коваруха для чтения в числе по Римии. Новозаветнее священное писание тоже не сразу появилось. Господь наш Иисус Христос ничего не писал, а учил только устно. И из 83 трех избранных Христом святых апостолов записали учения чудеса Христа только 8 святые Матфея Марк, Лука, Иоанн, Яков, Тетр, Иуда и апостол Павел. Большинство из Новозаветних книг писалось совершенно случайно. Так Евангелие Луки написано для его ученика Феофила. Евангелие Иоанна и первое его послание написано против еретиков, гностиков, не признававших в действительности воплощения Христа Сына Божия. Послание апостола Павла Галатом написано против иудействующих, желавших навязать христианам обрядовым Моисеем закон. Коринфянам это по сути появления в Коринфской церкви кровосместника и тому подобное. Иные послания святых апостолов представляют собой просто небольшие письма к их ученикам. Неудивительно поэтому, что многие христианские общины первенствующей церкви долго вовсе не имели у себя новозаветних писаний. Или имели далеко не все, а только некоторые и научались вере в Бога, и спасались, как говорит живший во II веке святой Ирии епископ Леонский без харти и чернил, а по преданию или устному учению святых апостолов и их преемников. Иринии книга 3 против Ересей глава 4. Некоторые послания святых апостолов совсем не дошли до нас, как, например, послание апостола Павла к ладийкийцам, которое он велел колоссианам прочесть, а написанное им передать ладийкийской церкви Колоссиным 4.16. Церковь очень осторожно принимала в канонного заветних святых книг писания святых апостолов ввиду того, что уже во время их стали появляться подложные писания еретиков, выдававших свои еретические книги за книги, писанные будто самими апостолами, о чем говорит апостол Павел во втором послании к святых апостолов 2.1.2. Так было несколько подложных деяний апостольских, были Евангелия евреев, Фомы, Апокалипсис Петра и другие подложные писания, числом более 50. Неудивительно, что некоторые из писаний святых апостолов по мудрой осторожности долго не были признаваемы за канонические церковью. Только можно сказать к 4 веку окончательно закончился канон Новозаветних книг. Канонические книги Ветхого Новозавета по своему содержанию делятся на 4 разряда. На книги законоположительные, исторические, учительные и пророческие. Законоположительные и книги Ветхого Завета Бытие, Исход, Левит, Число и Старозаконие. Исторические книги Иисуса Новейна, Судей, Русь, 4 книги Царств, 2 книги Паралипоминон, 1 книга Езры, книги Неемии, Сирь, учительные книга Ева, Псалфирь, Пречи Соломона и Песиаст, его же и песни песней, его же. Пророческие книга пророка Исаии, Иеремии, Плача Иеремии, Послания Иеремии, книга пророков Иезекииля, Даниила и 12 малых пророков Офии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионны, Мехея, Наума, Авакума, Сафония, Агея, Захарии и Малахии, Законно-учительные книги Нового Завета, Евангелие Святых Апостолов, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Исторические книги Нового Завета, Деяния Святых Апостолов, Учительные, 7 соборных посланий, 1 апостола Якова, 2 апостола Петра, 3 апостола Иоанна, 1 апостола Юда и 14 посланий апостола Павла, к Кремлянам, к Коринчанам 2, к Галатам, к Силипийцам, к Колоссинам, к Фессалоникийцам 2, к Тимофею 2, к Титу, к Филимону и к Евреям, к Китисианам. Пророческие книга Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова. Священное Писание не человеческое писание, а божественное. Ибо написано «Ледни не отца ни себя, а по внушению Святого Духа». Никакое пророчество, учит Апостол Петр, не было произносимо по воле человеческой. «Мы изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» 2 Петра 1, 21. «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» 2 Тимофея 3, 16. «Как содержащие в себе откровения воли Божией, священное Писание Ветхого Нового Завета обязательно для всех желающих наследовать жизнь вечную». О необходимости для верующих принятия Ветхого Заветного Писания сам Христос учил. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить» Макфея 5, 17. «Если бы мы верили Моисея, то поверили бы и мне. Если же его Писанием не верите, как поверите моим словам» Иоанна 5, 46. «Об обязательности же для верующих всего Новозаветного Писания Христос так учил «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его» Лука 11, 28. «Слушающий Слово Мое и верующий спасавшего Меня имеет жизнь вечную» Иоанна 5, 24. «Следовательно, для спасения человека необходима вера в учение Ветхого и Нового Заветов». Для руководства в вере и благочестии довольно одного Нового Завета. А Ветхого совсем, видимо, не нужно. Ведь Иисус Христос сам отменил его, когда учил, чтобы люди верили в одно только Евангелие. «Приблизилось Царство Божие», говорит он в Евангелии от Марка 1, 14, 15. «Успокойтесь и веруйте в Евангелие». Из привиденных слов Христа Спасителя вовсе не видно, чтобы Он отменил весь Ветхий Завет. А видно только то, что веровавшим и не веровавшим Ветхий Завет иудеям Христос велит поверить и Его новому учению о наступающем Царстве Божием. Неправильное понимание сектантами приведенных слов Спасителя обличается следующими его же словами. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Моисея 5, 17. «У них, у верующих братьев-богача, есть Моисеи пророки, пусть слушают их». Лука 16, 29. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Иоанна 5, 46, 7. «По словам Христа заблуждение иудеев происходило от незнания ими Ветхозаветнего Писания. «Заблуждайтесь», говорил он им, «не зная Писания ни силы Божией». Моисея 22, 29. «Сам Христос подтверждал свое учение о себе как Сыне Божиим Ветхозаветним Писанием. Он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали вам пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начал от Моисея из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Рука 24, 25, 27. Итак, Христос не только не отменил Ветхозаветнее Писание, но сам признавал его святость, приводил его в доказательство своего божественного посланничества и велел всем читать его для утверждения вере. Христос пришел на землю для того, чтобы отменить Ветхий Завет и дать людям новый, как об этом мучает апостол Павел. Вот 10 глава посланника евреям, 9 стих, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. Для того, чтобы понять, что это Христос отменяет первое, что это такое, и что постановляет второе, необходимо прочесть это местопослание в связи с тем, что сказано раньше и позже, и вот мы прочитаем. Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, посему Христос, сходя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертва ни приношения, ни всесожжения, ни жертва за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот, иду исполнить волю твою Божию, отменяя первое, чтобы постановить второе. По всей этой воле освящены мы единократным принесением евреям 10, 4, 10. Теперь для всякого здравомыслящего и понятно, что под словами отменяют первое, разумеется, на ветхе это кровавые жертвы и всесожжения, которые никогда не могли сделать совершенными приходящих с ними. Их первое, второе. А под словами, чтобы постановить второе, разумеется, не есть Новый Завет, а только Новозаветная и Великая жертва тела и крови Христовых, подающаяся нам в таинстве святого Матфея 26, 28. Христос отменил весь Вельхий Завет, когда на вопрос одного из законников, какая наибольшая заповедь в законе, сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Те есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22, 35, 40. Если Христос назвал две заповеди о любви к Богу и к ближним наибольшими, то это вовсе не значит, что Он отверг все остальные заповеди и все ветхозаветные писания. Указывая на большее, Он не отрицал меньшее, а только делал их в сравнении. Словами же на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Христос указал, что без исполнения этих двух заповедей не принесут никакой пользы все остальные. Ибо все ветхозаветные заповеди по своему существу заключали в себе обязанности человека к Богу и к ближнему шесть последних. Апостол Павел сводит все заповеди даже в одну, во вторую из наибольших. Весь закон, говорит он, в одном слове заключается «Люби ближнего твоего как самого себя» Галатам 5.14 Римминам 13.8.10 И действительно в этой заповеди заключается и заповедь о любви к Богу. Ибо учит святой апостол Иоанн «Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем». Кто говорит «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Ибо не любящий брата своего, которого видит, как «И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил брата своего». 1.1.4.16.21 В этой же заповеди, по словам апостола Павла, заключаются все остальные заповеди, так как любящий другого исполняет закон. Ибо заповеди «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие» заключаются в этом слове «Люби ближнего, как самого и так «Любовь есть исполнение закона». Римлянам 13.8.10 Что Христос и святые апостолы, говоря о двух или даже одной наибольшей заповеди, не отрицали всех остальных и не упражняли в силу ветхозаветнего закона, а только обрядовы, видные следующих слов спасителей его учеников. Когда один богатый юноша спросил Христа «Что сделать мне добро, чтобы иметь жизнь вечную?» Христос сказал ему «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему юноша «Какие?» Иисус же сказал «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего, как самого себя». Матфея 19.16.19 «Что Христос не отрицал меньших спецхозаветных заповедей всего Эстхозавета, это ясно видно из следующих его слов. «Истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля ни одна иота или ни одна черта, не приедет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из всех заповедей малейших и научит так людей, тот малейшим наречется Царстве Небесном». Матфея 5.17.19 «Он же сказал им, «Поэтому всякий книжик научен Царству Небесному подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое».